ребят всем привет сегодня начало весны я хочу вас поздравить с открытием дачного сезона или снова как кому если у кого нет дачи хочу с вами поделиться прекрасным рецептом сало по-казацки видео начинаем как вы поняли уже с конца приготовления будет потом если кого заинтересует можете остаться после поздравления и посмотрите как я его готовил сейчас хочу выпить за открытие сезона и закусить этим прекрасным произведением кулинарии сало получилось очень вкусная прекрасная закуска и не только просто еда не обязательно сидеть выпивать и закусывать просто можно положить как обычный бутерброд и прекрасно есть хорошей вам весны и удачных приготовлений в 2019 году пусть все что вы готовите будет очень вкусная и классная все приятного просмотра подписывайтесь на канал всего доброго для первого этапа нам понадобится 2 столовые ложки душистого перца 1 столовая ложка черного перца одна большая луковица лаврового листа прилично жменья лаврового листа я бы так сказал две столовые ложки укропа сейчас промоем почировок и сала от грязи которая у нас попала дороге пока мы несли его домой покупали на базаре возьмем вот такую вот кастрюльку возьмем теперь 5 литров воды выливаем в кастрюлю как всегда это уже хроническая я забыл сказать за соль на 1 литр воды идет 4 столовые ложки соли и так 20 ложек соли на такую кастрюлю высыпаем сюда наши специи и лук ставим на огонь вода пока подогревается начинаем все это дело перемешивать растворили соль опускаем сюда куски нашего сала или подчеревка как кому как раз 5 литров это наша норма угадал на сто процентов и ждем пока это дело закипит накрыли крышкой чтобы процесс ускорить будем ждать наконец-то закипел наш рассол оставляем его кипеть на 15 минут для меня было 15 минут для вас одна секунда 15 минут прошли я выключаю кипеть рассол и оставляю в таком виде с накрытой крышкой до утра и будем делать второй этап ребят уже утро подошли ко второму этапу у меня в руке бечевка как вы понимаете из названия к нашему видео этому ролику второй этап это и есть момент копчения некоторые из вас скажут что же я смотрел время потратил на этот ролик зачем он не нужен если мне коптить то негде да ничего страшного не переживайте возьмите просто-напросто и вырежьте этот себе второй этап сделайте по первому и по третьему завершающему тоже получится очень вкусно нормально ну конечно привкуса и запаха копчения не будет ну да и ничего страшного бог с ним сало все равно получится классная обалденная ну а если все сделать так как я хочу вам преподнести по старинному рецепту тогда давайте сейчас наше сало достанем с миски она у нас пропиталась рассолом и промоем в проточной воде для того чтобы не измазать в жир стол или измазать как можно меньше вот так положу бумажное полотенце буду сюда вылаживать а потом просушим этими же бумажными полотенцами протрем бумажными полотенцами чтобы было поменьше влаги и затем будем оборачивать бечевку все закончили по обматывать бечевкой сало будем ехать за город будем готовиться к процессу копчения перед тем как коптить надо его высушить мокрым его коптить нельзя поэтому как раз сейчас утра до обеда до вечера все мы подсушим сушить можете где угодно или на кухне повесьте или в ванне или если погодные условия позволяют можно повесить на улице на балконе сейчас 2 марта мог нету поэтому вполне спокойно можно повесить на улице и она прекрасно просушится конечно же если нету минус а и 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 начинаем коптить сало обернули его хлопковой тканью для того чтобы уменьшить количество канцерогена вкус от этого не поменяется Сейчас будем вывешивать в нашу коптилку. Сегодня будем коптить на дровах абрикосы. Сейчас сделаем температуру 80 градусов, все отрегулируем и вывесим сало на копчение. Два часа горячим копчением и потом будем снимать. Прошло два часа, надо снимать сало с копчения. Будем снимать видео завтра, когда пройдет сутки. Сало должно отдохнуть одни сутки, а мы потом продолжим с вами делать дальше. Ребят, сегодня прошли сутки, как мы коптили с вами сало. Для третьего этапа нам понадобится чеснок. Тут где-то три средние головки чеснока. Одна столовая ложка черного перца, одна столовая ложка душистого перца и одна столовая ложка укропа. Сейчас на чеснокодавке выдавим чеснок. Затем на ступке помелим черный перец и душистый перец. Теперь высыпаем специи в одну емкость. Берем руками, все перемешиваем. Одной рукой стараемся перемешать, вторую все-таки сохраним чистую, для того, чтобы раскладывать пергаментную бумагу. Ложим сюда любой кусок сала произвольный. И натираем его специями, которые мы подготовили. Специи, вы видите, подобраны под рецепт старинный, без прибамбасов. Нету никакого здесь ни розмарина, ни кумина, ни тмина, ни так далее, ни тому подобное. Можно было бы сюда еще душичку и чабрец подобрать. Это всегда было на наших степях. Но обойдемся и без этого. Там, где шкурка, в принципе, можно особо не натирать. Кстати, по поводу шкурки. Кому принципиально не нравится употреблять шкуру, можете ее срезать еще перед тем, как варить в кастрюле. Я не против шкуры, поэтому я ее оставляю. Теперь рвем. И заворачиваем кусок в пергаментную бумагу. Не обязательно старайтесь заворачивать там абсолютно герметично, чтобы не было доступа какого-то воздуха и так далее. Просто заверните, чтобы было удобно перелаживать. Пергамент все равно пропускает воздух. Сало через пергамент дышит. И таким образом делаем все четыре куска. Вот четыре куска у нас готовы. Теперь после этого я этого показывать не буду. На одни сутки ложим просто в холодильник. А потом через сутки перелаживаем в замораживатель на трое суток. Через трое суток достаем с замораживателя, даем разморозиться и будем потом пробовать.